Я приотлично понимаю, что для вас привычнее работать, доказывать эффективность, доказывать бюджеты. И вот здесь все-таки выступать на сцене сложнее. Ну, коллеги, готовимся. Только таким образом, проживая вот этот материал заново или объединяя, как бы аккумулируя ту информацию, которую вы делаете, вы можете находить еще точки роста в ваших же процессах. Потому что вы рефлексируете над этим материалом, вы начинаете по-другому. Вот вы прям реально, когда идете по этапам, вспоминая, как было и как сейчас, вы вдруг в каких-то моментах, мы же вот так хотели делать, а почему мы не стали делать? И вот еще может получиться какая-то раскрутка. Поэтому вот, знаете, я отлично понимаю, что в какой-то момент материалом надо активно начинать делиться, чтобы новое появилось. Особенно, когда у вас так много всего, и когда там тысячи-тысячи с каютом или еще что-то. Ну, и чтобы была обратная связь, чтобы потом в кулуарах можно было немножко по этому побеседовать. Что ж, я сейчас уже предлагаю продолжить со следующим нашим спикером. С нами сейчас Клавдия Макарова, компания SoftBalance. Клавдия замечательным образом знает все процессы, связанные с автоматизацией. А как мы понимаем, без автоматизации в наше время практически невозможно. Давай, соответственно, вот для тебя микрофон. Располагайся, пожалуйста. Так, и ваш стойкликер, пожалуйста. Все? Работает? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Как официально. Разрешите еще раз представиться. Клавдия Макарова, руководитель консалтингового направления, одной из ведущих партнеров фирмы 1С, группы компании SoftBalance. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, можно ли при помощи экосистемы 1С снизить ту рутину, которая у вас происходит, особенно когда вы начинаете выходить на производство. У вас и так занята голова процессами, бизнесами различными. Как это все организовать таким образом, чтобы система работала на ваш бизнес, а не бизнес на систему. Попробуем посмотреть, это в рамках 1С. Какие у нас сейчас тенденции, с чем мы с вами сталкиваемся? В первую очередь, те, кто работает с ресторанным бизнесом, вы знаете, что иностранный софт, он уже идет отток иностранного софта, и мы начинаем задумываться, чем заменять. Кто-то задумывается, кто-то, в принципе, сейчас приостановил, лицензии все купил, все замечательно, и встает вопрос, как это все объединить в какую-то финансовую систему, как этим управлять, как быстро получать метрики, аналитику и дальше принимать управленческие решения. Также параллельно идет по всем сферам, и я думаю, что вы также не исключение, это кадровый голод. Эти вопросы, которые я сейчас слышу, поднимаются, они не просто так поднимаются, и то, как мы поворачиваемся в сторону сотрудников, начинаем смотреть, удерживать максимально, это тоже последствия фактора кадрового голода. И кадровый голод, он будет усиляться, и, соответственно, мы задаем себе вопрос, как сделать все таким образом, чтобы новые сотрудники быстро адаптировались, чтобы была прозрачность, чтобы не задерживалась информация у каких-то ключевых сотрудников, чтобы завтра, если он заболеет, ваш бизнес не остановился. И, конечно, само расширение бизнеса, когда вот в ваших сферах, то есть у вас идут магазины, у вас идут кофейные, рестораны, фабрику кухни открываете, цеха открываете производственной, и как это все объединить? Когда много разных видов производства, казалось бы, вроде бы оно все около одного, но специфика, она разная, и это тоже головная боль собственников, топ-менеджментов, что с этим делать. Ну, соответственно, добавляем сюда постоянно меняющие законодательства, казалось бы, отдельно установили бухгалтерскую систему и живи спокойно, но не тут-то было. Меняется законодательство, начинаем дергать и оперативный контур, потому что без этого никак. И вот всегда стоит вопрос, как же вот это все синергично вписать, и чтобы и реинжиниринг бизнес-процессов также спокойно встраивался в автоматизацию? Как убрать рутину? Конечно, однозначных секретов так таковых нет, потому что точка А у каждого из вас разная. И нужно, конечно, смотреть из этой позиции факторы, которые на вас влияют. Но вот вопрос, да, можно ли все вопросы решить средствами только 1С? Я думаю, что многие из вас знают, да, все знают, что такое система 1С. У каждого точно стоит бухгалтерская система. И действительно, 1С, она, я не побоюсь этого слова, всегда будет в ближайшее время в части бухгалтерского учета, финансового учета, сильна. И вот когда вы знаете это ядро, около него можно дальше выстраивать мысль, как автоматизировать и как создавать экосистему дальше. И на самом деле подходы у всех разные. Кто-то создает парк программного обеспечения, выстраивает обмены, считая, что это легкое решение. И если у вас есть сотрудники, IT-специалисты в штате, которые перенимают опыт, это действительно имеет место быть. Кто-то берет системы комплексные, как ERP-решения, и хочет в одной системе вести весь учет. Тоже имеет место быть. Если вы мне зададите вопрос, а что лучше, я вам задам вопрос, в какой точке вы сейчас находитесь. Какой у вас штат айтишников, планируете ли вы его сокращать или расширять. И это только малые вопросы, которые я вам задам. То есть прежде чем ответить на вопросы, соответственно, нужна диагностика вашей точки А, потому что от этого очень много зависит. И на самом деле, как скомпоновать, как решить те или иные вопросы в рамках 1С, очень много вариантов. Поэтому всегда их ищите, а я вам расскажу, как это сделать и как вы можете с этим работать еще до того, как понесете деньги покупать какой-то софт. Очень многие не обращают внимания на стадию инициации, а это нужно делать. Я сейчас про это расскажу. Давайте небольшие кейсы. Я думаю, что некоторые из вас здесь себя узнают. Но давайте перед этим я маленький вопрос задам. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сейчас до сих пор работает на 1С УПП. Немного. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого вообще нет 1С, ни бухгалтерской, ни зарплатной. Таких нет людей, потому что все-таки бухгалтерская система 1С – это флагман, монополист. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого сейчас есть отраслевые решения 1С. Например, общепит, трактир, ресторан. Не так много. И поднимите, пожалуйста, руку, кто сейчас работает уже на системах комплексной автоматизации ERP. И давайте еще вопрос. Поднимите руку, кто задумывается сейчас и рассматривает систему 1С в части автоматизации оперативного контура. Производство. Ну, в принципе, не так много рук. Но в целом, я думаю, что как проектная технология, даже если вы сейчас не с 1С, но планируете другие системы, вам тоже мой доклад будет дальше полезен. Давайте остановимся на таких образных кейсах. Если, предположим, у вас небольшая сеть или там один крупный магазин с выделенным производством под себя, то есть вы начали развивать производство. Например, раньше автоматизация была на управлении торговли, на рознице, на каком-нибудь решении, предположим, Делеон, кто с чем работает. И учет бухгалтерский был на бухгалтерии зарплате. В целом, у таких компаний по производственному контуру первично не стоит задача автоматизации процессов прямо на местах. И очень часто заводят результат, учет, в первую очередь, бухгалтера. Могут каких-то, например, технологов или какого-нибудь операциониста выделить. Тем не менее, это не развито по всем, на всех точках, ведение учета на местах не стоит задача. И, в принципе, нет сложного планирования, да, не задумываются там объемно-календарным, посменным планированием. В этом случае, что можно предложить таким компаниям? Во-первых, посмотреть бухгалтерский контур, он вообще на текущий момент отвечает вопросом, потому что есть отраслевые бухгалтерские системы, это для молокозавода, хлебобулочных изделий, и там своя специфика. И, соответственно, тоже можно всегда посмотреть эти системы. Я вам дам такой лайфхак. Вот вчера и сегодня подходили ко мне люди, и я была удивлена, что многие из вас не знают, что можно посмотреть системы, можно пощупать, помоделировать какие-то вопросы небольшие, не покупая системы. И это нормально. И, пожалуйста, запрашивайте у ваших партнеров эту возможность. Это можно и нужно делать. Нужно вначале пощупать и посмотреть, видите ли вы себя в этих системах, потом вы уже идете в автоматизацию. Помимо этого, есть такая система, как управление нашей фирмой, я сейчас про нее тоже расскажу, и комплексная автоматизация. И, в принципе, парк оборудования, которые, оборудование систем управления торговлей можно перевести на управление нашей фирмой, либо на комплексную автоматизацию. В чем большой плюс, например, комплексной автоматизации? То, что управление торговлей спокойно апгрейдится на эту систему, плюс УНФ, там более шире представлен производственный контур. В комплексной производстве есть оно усеченное, там есть рецептуры, но без специфики пищевого производства. Ни УНФ, ни комплексная автоматизация не имеют специфику пищевого производства. Нужно либо дописывать, либо есть отраслевые модули, которые бесшовно прикручиваются, как минимум, в комплексной автоматизации. Либо еще оставляют торговлю на управлении торговли в рознице и добавляют такие системы, как трактир, общепит, ресторан, и решают вопрос, несмотря на то, что вроде бы вам кажется, что это точки. Если у вас нет кафе, нет ресторанов, на самом деле текущими системами также иногда решают вопрос производственного контура. Поэтому с ними тоже знакомьтесь обязательно. И хочу немножко остановиться на системе управления нашей фирмой, потому что вопросы идут, и очень важно, когда достаточно УНФ. Вот ключевое, на что хочу обратить внимание, в первую очередь, там нет специфики пищевки, ее нужно будет дописывать. Там есть спецификации. В спецификациях нет ни КБЖУ, нет ни возможности указать усушку, утряску и так далее. Это придется дописывать. Либо смотреть в моду, или тогда лучше в комплексную автоматизацию. Нужно понимать, кто с этим будет работать. Если с этим работать будут бухгалтера, или, предположим, пока вы начинаете, в принципе, возможно, вам будет достаточно. Чем хороши типовые решения? Это УНФ и комплексная автоматизация. Они хороши тем, что это решение, которое поддерживает сама фирма 1С. И значит, обновления и изменения вы будете видеть оперативно и безболезненно обновляться. Когда идут отраслевые решения, это значит партнеры. Например, мы разрабатываем какой-то вопрос. И по объему работы с нашим отраслевым решением, то есть могут не все специалисты 1С, они могут не знать. Но код на самом деле открыт, на нем умеют работать все программисты, поэтому, в принципе, в части 1С не бойтесь отдаться любой системе, потому что, в принципе, главное, чтобы код был открыт, и вы могли программировать как силами своих специалистов, так и любой другой компании. И, конечно, УНФ, он содержит, в чем плюс? Он содержит все контры, кроме регламентированного учета. Хорошо с бухгалтерской системой взаимодействует. Но, смотрите, он подходит. Все-таки считается, что если у вас численность не более 200 человек, и количество пользователей, конечно, до 50. Обычно этого достаточно. Она динамично развивается, система интересная. Дальше, если вы растете уже в тысячи численностей, и пользователи уже измеряются в сотни, то тогда уже, конечно, есть смысл рассматривать ERP-решения. И тут очень важный момент. Всегда держите в голове, что УНФ, в ней нет штатного перехода на ERP. Штатный переход есть в управлении торговлей комплексной автоматизацией. Мы называем это матрешкой решений. Они спокойно апгрейдятся без потери данных. Поэтому, когда будете выбирать, тоже на это обращайте внимание. Давайте рассмотрим второй кейс. Если у вас есть сеть магазинов со своим брендом продуктов без собственного производства, то есть вы заказываете коммерческих производств, и уже под своим брендом выпуск идет. Что здесь ключевое? Когда нет своего производства, то, соответственно, нет сложности введения этого учета. И здесь вопрос ERP-системы я бы уже не рекомендовала. Нужно задать вопрос, кто с этим работает. Скорее всего, уже постфактно будет заводить либо бухгалтер, либо кого-то, кого вы выделите, потому что даже лаборатория, вот вопрос для лаборатории, может быть, что-то понадобится. Вот сюда нужно смотреть. И вот в этом случае, в принципе, вам будет достаточно либо УНФ, либо комплексной автоматизации. Если нужна будет все-таки специфика пищевого учета, то можно рассмотреть дополнительные модули. О них я сейчас дальше буду говорить. Комплексная автоматизация. Вот это если вы здесь узнаете себя. Давайте еще один кейс. Это уже покрупнее сеть магазинов со своим брендом продуктов, собственной кухней, производственной линией. То есть расширяемся, растем. И еще добавляем сюда, что у вас стоит УПП. Может не стоять УПП. Вы, может быть, просто сейчас расширяетесь и будете с управления торговлей дальше переходить. В любом случае вопрос перехода с УПП сейчас очень актуален. Поэтому сюда я также зафиксировала эту информацию. И здесь уже нужно производственное планирование. Здесь уже нужно у нас учет операции на местах. Есть компании, которые заказывают у нас сбор данных со СУТП. У нас есть компании, в которых в ЕРП производится планирование. Передается на СУТП, то есть на оборудование. На оборудование, соответственно, мы видим всю информацию. То есть даже запускать. То есть оператор фактически запускает дальше эту информацию. И по результату выпуска СУТП либо в конце, либо на промежуточных точек, зависит от вашего оборудования, передает эту информацию автоматически к нам в ЕРП-систему. И грамотно выстроенная система дает нам информацию по балансу сырья, по, соответственно, себестоимости полуфабрикатов и всех переделов и готовой продукции. Вот такая автоматизация, она сейчас тоже востребована. И это как раз-таки шаги, к которым идут разные производства, решая вопрос кадрового голода. Потому что когда людей на местах не хватает, то, соответственно, начинаем решать вопрос, а что мы можем забрать с оборудования, чтобы не стать заложниками людей. Ну, здесь вы видите системы, которые сейчас модули, которые сама фирма 1С рекомендует. Есть еще отраслевые модули решения у каждой компании, франчайзе, потому что наш опыт, его никуда не деть. В целом мы, когда выходим на автоматизацию пищевого производства, мы берем ключевые флагманские решения. В основе это ERP, либо комплексная автоматизация. Тоже можно, в принципе, модули к ним прикрепить. Сейчас ERP чем хороша, что ряд модулей бесшовно интегрируется. То есть вам не нужны обмены, вы сразу в этой системе видите модуль. Соответственно, такие флагманские модули – это мясбаймид для мясопереработки. Я хочу вам сказать, вроде бы мясопереработки, но у нас даже кондитеры обращают на это внимание. У нас одна из крупных компаний, фабрика кухни у них, они выбрали для автоматизации именно мясбаймид. То есть это им подошло. Также есть модуль хлебобулочных и кондитерских производств. И такое тоже очень важное – это у нас идет молокозавод. Соответственно, когда вы принимаете решение, обязательно смотрите, что вам будет подходить. Ну и также мы, например, автоматизируем пищевку, мы можем предложить свои модули, свои ERP. Я вам хочу сказать такой пример кондитера, нескольких кондитер, когда к нам обратились, еще на стадии пресейла мы предложили посмотреть три решения. То есть ERP, без пищевой отраслевки, посмотреть хлебобулочные изделия и мясбаймид. Мы взяли маленький пример, прогнали по всем системам и показали ответственным лицам. И они приняли решение, нам не подходит. Не подходит визуал, не подходит по удобству работы. И такое тоже бывает. Они говорят, давайте мы возьмем ERP, и мы хотим там разработать наши армы. На самом деле дальше идею с армами – это модули обработки, которые вы видите в системе. Система спокойно обновляется, вы не ломаете контур системы. И у нас даже есть армы по распределению себестоимости, тоже не ломая систему. Решение сейчас очень грамотная платформа, она сейчас очень гибкая, поэтому старайтесь оставаться в типовом контуре. И вот я хочу показать вам о том, что да, то есть можно переходить на ERP, и хочу вам показать именно армы. Вот смотрите, вот это арм, который был сделан на ERP для кондитеров. То есть диспетчер производства, дальше отчет мастера смены, потому что физически сами системы 1С, они строятся на документах. Иногда это неудобно. И мы, используя типовой функционал, типовые документы, придумываем, как это встроить в армы для удобства работы пользователей. Ну вот у нас такие отчетики, отчет мастера смены о составе смены. То есть это все доработано, заказчик легко обновляется. И на самом деле у них свой штат, мы больше им не нужны. У нас хорошие отношения. В любой момент, если у них идет диверсификация, расширение, они к нам могут обратиться. Пожалуйста, ищите варианты. Вот у нас есть армэкономисты еще. Они всегда есть. То есть нужно понимать, что вы хотите, как удобно, для кого. И в первую очередь это тоже делается и для людей, для ключевых. Конечно, автоматизация может снизить, сократить штат, но те, которые у вас ключевые сотрудники остаются, им должно удобно и понятно работать. Ну вот у нас такие отчетики. В целом в раздаточном материале вы можете запросить, сейчас в конце будут мои контакты, вы можете запросить чек-листы. Там есть дорожная карта перехода из 1С УПП, кому интересно. В целом я рекомендую следующее. Когда вы автоматизируетесь, вот есть некоторые шаги классического подхода, проектного подхода. Вы очень крутые в своем бизнесе. Доверяйте, пожалуйста, компаниям, которые проектники. Мы на этом собаку съели. И в целом, я думаю, если вы посмотрите на эту дорожную карту, вы немного вспомните, как вы внедряли свои бизнесы, как они также прорабатывались, какие-то решения, если они не просто так возникли и пошли. Если вы действительно внедряли какое-то решение, как проект бизнесовое, вы, скорее всего, проходили идеологические такие же стадии. Когда у вас идет подготовка, когда вы анализируете ваши бизнес-процессы, то есть это и есть точка А, где вы сейчас находите. Когда вы моделируете, когда вы смотрите, применяете на себя тот или иной пиджак, понимаете, где его нужно подшить, обучаете сотрудников. Соответственно, обязательно рекомендую тестовую эксплуатацию. Очень многие на это не обращают внимания. И только потом мы запускаем уже в промышленную эксплуатацию. И на что хочу обратить внимание, к чему готовится при автоматизации производства, это тщательная проработка нормативно-справочной информации. Очень мало кто на это обращает внимание. Это проработка рецептур. То есть как мы будем перекладывать на систему, как мы будем группировать, как мы будем работать с сегментами и так далее, для того, чтобы вы могли потом на выходе увидеть нужные вам метрики, аналитики. На это нужно выделить время. Я хочу вам сказать, для одной производственной компании мы только в ERP вариативность работы с видами номенклатуры, с номенклатурой промоделировали 10 вариантов. И потом еще в комбинаторике с этим выбрали идеальное решение даже просто по группам, по видам. И сейчас они получают такие шикарные отчеты, которые достаточно быстро помогают принять управленческое решение. Моделирование. Я уже сказала, пожалуйста, для меня будет прям результат моего выступления успешным. То, что если каждый из вас выйдет, или хотя бы 99% отсюда и будет в голове звучать слово моделирование, что оно очень важно. Потому что невозможно ваше производство, у вас даже в принципе идеология производственных линий у всех разная. И пока вы не пройдете, не увидите, как это в системе, вы не возьмете коробочное решение, просто так поставите и не поедете. Поэтому, пожалуйста, смотрите, общайтесь с разработчиками. У вас всегда есть возможность попросить, чтобы вам показали это до того, как вы в проект уйдете. Соответственно, обращайте на модули не только в вашей сфере, около производства, да, близкое, как там автоматизировалось. Например, к нам пришли по автоматизации соусов, посмотрев наше решение по автоматизации красок. И вот эти решения по краскам ребята пришли и сказали, слушайте, мы нигде в нашей отрасли это не видели, но когда увидели, как вы автоматизировали краски, мы хотим так же. Они взяли это решение, шикарно автоматизировали. Ну и, соответственно, уделяете достаточно время, обучаете, вовлекаете сотрудников. На самом деле фазы, вот я хочу сейчас остановиться ключевой момент на фазе инициации проекта. Очень мало кто на нее выделяет время. Вы смотрите на мою дорожную карту, понимаете, переход с УПП на ИРП 6, скажем, 9 месяцев. И вам кажется, что вот с первого месяца все, вы обратились, и вот все это пошло. Но вы забываете, что есть стадия инициации. Если вы к этому не подготовитесь, вы потеряете очень много времени. Что это значит? Во-первых, вы должны определить цели. Для кого? Определить KPI. Также с партнерами, с кем автоматизируете. Можете вместе, можете самостоятельно. В чек-листах, которые, если вы запросите, там тоже есть примеры, на что можно обратить внимание. Мы постарались собрать вам чек-лист, чтобы такой помощник не сильно громоздкий был, но в то же время вы могли распечатать себе галочки, ставить, чтобы вам было легче с этим. Также определить периметр процессов автоматизации. Потому что вы потом уходите в обследование, у вас обследует абсолютно все, теряете время, вы нервничаете, производственные процессы стоят. Поэтому тоже определите, что вы хотите. В первую очередь, во второй, третий и так далее. Обязательно выделяйте ответственного. То есть, конечно, для больших проектов это важно, руководитель, либо администратор, кто-то должен быть на вашей стороне, лицо, принимающее решение, либо связка с тем, кто может четко сказать, вот так и никак иначе. Дальше, соберите все регламенты, подготовьтесь к тому, как вы будете передавать точку А. Мы тратим на это время, когда приходим, и начинают это искать, и всю эту информацию. Время будет уходить у вас из автоматизации, потому что мы не поможем найти у вас эти регламенты. Описание сквозного примера. В чек-листах также есть, что мы рекомендуем в сквозной примере учесть. Соберите альбом необходимых печатных форм, отчетов. Это ускорит все дальнейшие шаги. Ну и подготовьте график отпусков. Это очень важно. До входа в проект это все проговорить. Следующая стадия – это стадия планирования, на которой тоже не всегда тратят достаточное время. И когда… То есть, начиная, давайте с молотка сразу пойдем в моделирование, а лучше в разработку. А потом начинают понимать, что есть проблематики и не знают, как с этим разобраться. Соответственно, нужно знакомить с функционалом. Нужно выделить людей, которые обучатся этому функционалу. С договором, графиком, пожалуйста, работайте с уставом проекта. Работайте с соглашением о моделировании. Также в чек-листах будет список, что желательно увидеть в уставе проекта, чтобы вам вот так вот вы галочками себе поставили, с кем работаете, что это есть. Это не просто формальные документы. Это ваши договоренности на берегу о правилах игры. И если вы не договоритесь, то проект будет идти комом, и, соответственно, будете искать друг друга виноватых. Поэтому проговорите сразу на берегу. Проводите установочные встречи периодически. То есть, сверяйтесь. Это очень-очень важно. Если мы говорим про реализацию проектов, я еще раз вам скажу. Моделирование, моделирование, еще раз моделирование. Регулярный статус встречи. Очень мало кто выделяет этому вопросу. Нормализация нормативно-справочной информации. Это тоже важно. И ищите максимально типовые решения. Но завершение проектов обязательно нужно подводить. В чек-листах, которые вы запросите, все эти фазы тоже зафиксированы, и у вас будет в записи эти презентации. И по владению системой обязательно ведите задачи, чтобы у вас была система, чтобы вы могли в любой момент не бояться, что одинесники, кто-то у вас в штате уйдут, и вы будете искать долго специалистов. Когда у вас это все систематизировано, вам легче с этим работать. И тогда система будет работать на ваш бизнес, а не бизнес на систему. Ну, вот такую информацию будет в чек-листах. Вы можете сфотографировать мой электронный адрес. Я на связи. У нас будет сейчас дискуссия. Можно еще будет на стенд подойти. Вот эту информацию мы вам передадим, пришлем, запросите, кому она будет нужна. Ну, и если вы мне пишете, если вы сегодня не успеете со мной пообщаться, вы всегда можете прислать мне ваш кейс, вашу ситуацию. Я лично подберу вариант решения, потому что я являюсь риск-менеджером, и, соответственно, подготавливаю проектные команды в том числе. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Кто-то прямо сейчас хочет задать вопрос по выступлению? Я со своей стороны хочу сказать, что вот одно из последних моментов, которые Клавдия затронула, а затронула она как раз момент, связанный с уставом проекта, вот прямо сейчас я нахожусь еще в состоянии редизайна сайта. Сколько времени мы сейчас... Я вам скажу. Во-первых, я очень долго к ним ушла. И мы в сентябре получили бюджет. Какой месяц сейчас? Первую фазу, первый, скажем так, этап подготовки к тому, чтобы заниматься уже серьезными изменениями. То есть сейчас вот шло большое изучение проекта, хотя эта команда знает проект. То есть они фиксировали кучу метрик, и мы вот только-только подписали первую фазу, ну как бы вот, чтобы оплата ушла, и дальше начинаются... То есть условные первые страницы в новом оформлении, когда я это даже сама посмотрю, как человек, ну вот, одобряющий, да, мое ощущение, мы где-то к маю только получим. И вот эта история про то, что я-то это знаю. Я уже не первый раз редизайн делаю. Правда, долго, в последнем, там, 2013 году был. Вот, но я просто к тому, что многие вы уже научены вот этим, когда-то мы все учились вместе автоматизировать ваш бизнес. И на самом деле вот все, что чуть выше было сказано, это не про автоматизацию, это про договориться внутри команды, как вы будете работать по новым правилам, или там, чтобы не менять основной контур, да, то есть, ну, чтобы потом не заниматься переделкой. Спасибо большое, коллеги, здесь. На самом деле крайне важно работать со специалистами, которые большую практику имеют. И в качестве еще такого дополнения... А, Клавдия, прости, пожалуйста. Сейчас, минутку. Не убежала бы. Да, 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 котик. Опа. Пусть будет приятность. Спасибо большое. Да. Пусть будет приятность. 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 Продолжение следует...